всем мое почтение у нас как и обещали дожди пару дней будет 12 градусов поэтому до деревни съезжу сегодня у нас что делаем не на кресло заменить детское вот это убрать кресло поставить уже побольше рома вырос и все дальше замок сколько смог отмочил передержал даже обмеднение села вот здесь было медь в общем мне кажется его не установить все тут заржавела но внешний вид того для красоты сделать не больше креслица сегодня установим не знаю по погоде как посмотрим когда погода на улице ничего делать не вариант поехала до деревни приступим бложек из деревни погнали сидел деревню а здесь у нас роман дмитриевич о как машинку засовываю лево много подержим так на коленочки кататься так он не коленочки то замарать и так садись и пип-пип он на машинке очень любит сидеть будет водителем со штажа начать и прокатиться дать подрастешь дам тебе прокатиться не на камеру чтобы гаи не увидел а то штрафует нам с тобой тихоря будем гонять по полям где общего дорог пользования нету но как да щас вон и до тучи сейчас я буду кресло устанавливать выходите да все тип чуть сидеть больше не грязные ноги потом сделаешь пойду я все принесу пока гуляйте так камеру бошь проверять сегодня стабиль стабилизацию друг не валяшка вставай молодец тяжело давай будь мужиком вставай о хорошо пьяный мастер в деле у него стиль пьяного мастера поднимайся ну и на дело юля мальчика не может ходить даже пользуюсь случаем передай привет скажи здравствуйте все пойду я расскажу сейчас еще как этот агидель мошенническим образа дела дела смотрите мячу есть у меня есть квитанция квитанция лежит здесь знаете с какого года зайдем сейчас дочь начнется чаще расправлю погодите 30 0 8 22 года так это юля год она здесь у нас лежит уже до год квитанция в ящике лежит задолженность у нас 4875 рублей а копеек нету они там еще 82 копейки мне приписали сейчас я расскажу принесу судебное постановление и так расскажу вам интересное тут что у нас происходит вкратце в двух словах напомню предысторию потому что много людей идут на канале у нас скоро 100 тысяч уже на канале будет месяц-другой народ идет вот так вчера я ходил на почту забрать вот эти прекрасные наушники которых обзор будет у нас на днях и мне судебное постановление пришло судебный участок номер 21 улица лес лесная дом 7 пгт кумен и куменский район кировской области подроспись спас паспорт я так обычно когда что-то решение они уже без так просто выдаются а когда что-то серьезное то подроспись и паспорт обязательно здесь у нас что пришло мне ну кто в телеграме в курсе этом вчера освещал кто нет то здесь мировой суде судебного участка номер 21 князь его в судебный приказ мне пришел так здесь у нас что поселок кумена двадцать восьмого двадцать третьего года мировой суде судья судебного участка 20 куменского судебного района кировской области князь его его и рассмотрев заявление о агидель расположенного по адресу 610 901 поселок нежнивки на улице луговая дом 28 куменского района кировской области о выдаче судебного приказа взыскание с мусихина дмитрия александровича 78 года рождения место рождения такое-то паспорт даже где-то они мой взяли откуда его гидель а мои личные данные вот вопрос тоже надо бы задать лопатину откуда у него мои личные данные ну паспорт этот паспорт между прочим старый недействительный здесь указан ниже нового выдали вот лопатин это директор ооо гиделя у неё там кедро там у него куча организаций на нем висит по крайней мере поражающий по адресу в общем я где живу установил ооо гидель обратилась к мировому судье заявлением о выдаче судебного приказа взыскании с мусихина до задолженности размере 900 ой 4932 рубля 82 копейки а здесь у нас 4875 рублей не знаю что они тут в общем да больше указано чем в питанцы вас в обосновании заявление указано что должник является собственником жилого помещения расположена по адресу улица лесная дом 3 но опять же видите тут а гидель лопатин ты хоть бы черпанул информацию то это не мой дом я же сто раз говорил что у меня собственности нету на мне собственность висит только две вот эти автомобиля и квадроцик все потому что я не могу их это я их наверно продам они не нужно не нам не будут числиться мы переоформим их наверно но еще думаю какой-нибудь другого потому что мне собственность не нужна я против частной собственности вот по таким заявлениям потому что судом сталкивался суде правда не добьешься а судебные призывы приходят и не знают не без тебя тебя женят когда у нас с матвею получилось дать за трубы и не утащили трубу здесь по устному договору она его за толкнула являясь исполняющим обязанностей сельского поселения эти вот исполняющие обязанности резиновской сельскости из поселения была главой соответственно чай а вот судья пытался что-то доказать что она не имела права там это превышение там под экономическое преступление местный суд 0 эмоций присудил мне тогда вот уголовную статью мне пришли по клевете и ничего не смог доказать и соответственно так что собственность вами нету так что это не мой дом то понимаете не мой а чн ты уже не ваше дело и должен выплатить заявители деньги в указанной сумме на основании выписки из лицевой счета о агидель заявителям согласно предложенному платежу порученную уплата госпошлини в размере 20 рублей и постановили в общем взыскать смущихин александра дмитриевича в пользу о агидель задолжены водоснабжение вот день за период с двадцатого года по двадцать второго года в сумме четыре тысячи девятьсот за период с 2020 года по 2022 а у меня было это вот штраф то пришел штраф говорю это начисление до пришли за два месяца за полив аниме то помните шагомер приходил шагомер это у них инженер у агидели здесь назначили и вот они ходили тут я сейчас ставлю как они обмеряли меня территорию шагами я прокурору куменского района написал вроде как вот так высчитывали тут правда я не нашел в этом районе можем выше идти было но мне тогда не интересно это было по сути-то свое мнение то я донес до общественности я просто некогда я занят чуть-чуть вы прописаны на лесной 5 и проживаете лесная 3 и это запрещено законом нет а в чем дело просто у вас там написано 12 соток а потому адресу то есть здесь не так не на просто мне дали поручение с какой целью это поручение по поливу по поливу пойдем и зайдем и огороду покажу вы хотите думать я здесь террасы поливаю пойдем не пойдемте меня не выйдите идите сюда как это без разницы вы хотите мне обязательства все платить что не поливаю минус дом минус за это вся землю идите меряйте сюда вот мой огород померяйте и за него и берите я не против платить ребят еще не знаю платить за его мерить огород вот у меня сотку предъявили так у вас сколько соток здесь всего как обычно сколько сотка наверно 2 я весь играть сколько весь огород измерить и вот он идите сюда пожалуйста вас рулетка есть сколько соток не могу знать не знаю не знаю не знаю платите за него как не плачу аренду каждый год каждый год каждый год значит значит 12 на дом тогда замерять как у вас дом так и баня больше ничего не надо вот мой огород меряйте и воду при зала мне надо то что мне надо то что вы знаете что вам надо я знаю я так понял вы меня хочет обязать чтобы я полив дел мне дали траву что я поливаю все выходите до отсюда с милицией придете с постоянным прокурора давайте давайте отсюда это почему ходите везде как везде везде где хотите там не ходите я почему не имею право что с какой целью уходить это смысле где хожу в очередь где вот приходили в кабинет на в аптеке поинтересоваться вы мне не ответили на вопросу за что меня обязывают вообще платить я вот показывал вот мой этому и говорю вот мой огород меряйте как нет выходите даже на участках закон посмотрите тогда закон огород меряйте как нет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я прихожу к ним в контору Субтитры сделал DimaTorzok Ну что он говорит Закон есть закон Ну и выгнал с территории Говорит, иди нахер отсюда Вот такие дела Поставил скважину себе Сейчас скважиной пользуюсь А должок, вот здесь за два месяца Они мне начислили Висит С 30.08.22 Но дело-то в том Что по Судебному приказу-то Я написал возражение Относительно исполнения судебного приказа В общем, должник Не согласен с приказом Так как Тарифы ООО Гидель Были незаконны Что подтверждает решение Арбитражного судра Города Москвы 28 декабря 22 года Решение арбитражного суда Прикрепляю На пальцах, если объяснить То ООО Гидель Суда Как управляющая компания Пришла незаконно Вот Арбитражный суд Москвы Это подтвердил А дело было как Ну там Долгие у них тяжкие Были Были Эти Точку-то Арбитражный Московский суд Построил В этом деле Вот она у меня Это решение суда Судились там Знаете кто Сейчас скажу Судились там Региональная служба По тарифам Кировской области Апелляцию подавала Заинтересованное Так Заинтересованное лицо Было Федеральной Наборной службе И третье лицо Общества С ограниченной Соответственностью ООО Гидель В общем ООО Гидель С региональной службой По тарифам Подавали апелляцию На решение Федеральной Наборной службы ФАСА Они вынесли Что их здесь Пребывание незаконно Почему незаконно На пальцах Объясню Что Должны Чтобы здесь Была управляющая компания Проводиться Куменской администрации Куменского района Должен конкурс проводиться И по конкурсу Уже назначаться А Куменская ООО Куменская Правительство Кумены Администрация Кумен Назначила Без конкурса ООО Гидель Суда Соответственно Управляющая Лопатина И С 2020 По 2022 Год Они здесь Вели свою Незаконную деятельность Соответственно Было подано Заявление На них Что они тут Незаконно Являются Нарушен Закон Какой закон Тут все написано В этом Говорю Тут на 7 страницах И все Каждого московского Суда Который Точку В этом деле Поставил Что незаконные Были тут тарифы Потому что Пребывание Гиделя Нарушало Антимонопольное Законодательство И признать Недействительным Эти все Тарифы И все Они тут Собирают Понимаете Долги Которых Не существует По сути И не могут Собирать По моему Оценочному Суждению Это не точно Мне так кажется Что Район их Тут покрывает Этого Гидель С их Молчаливо Согласие Так как Лопатин Является Депутатом Куменской Районной Думы И все И вот они Сейчас тут Решили на дурака Кто У нас Не только Мне пришли Тут Пришли у кого Задолженности Всем пришли Вот такие Постановления Соответственно Кто Не напишет Возражение В 10-дневный Срок Они срубят Со всех денег Сумы у всех Разные У кого-то Вообще Гигантские суммы У кого-то Маленькие Понимаете Что творят Товарищи И По сути На мой взгляд Это Прослеживается Мошенничество Обыкновенное Мошенничество Особо Крупных Размерах Организации Как вы Собираете Долги Которых Не существует Которые Признаны Недействительны Вот у меня В голове Не укладываться И люди Ведь в суд Подают Понимаете Подают Суд И там Иски Какие-то Судебные Приказы Выписываются Что Сыскать Ну Соответственно Я в суде Вчера Отвез Вот эти Все Сейчас Как они Называются Это Бумажно В электронном Виде Ну Решает Абитражное Суда Ознакомиться Она И впредь Может Не будет Такие Постановления Выписывать Подумают Что Незаконно Это Все Вот такие У нас Дела Тут Происходят В деревне Написал Я возражение Не знаю Сейчас Что Там Скажут Вот Такие Дела Вел Вас В курс Так Что У нас Тут Агидель До сих Пор Продолжает Кровь Людям Пить Сами Суда Пришли Незаконно Еще Денежки Собирают Мало Им Тут Это Говорят Хоть Паршивые Овцы Хоть Шерсти Клок Так Жени Тут Вот Такие Дела Ну Это Опять Ж Мое Мнение Сугубо Личное Могу Ошибаться Но Надо Соответствующим Органом Проверить Это Все Безобразен И Кое Кого Посадить Лет На 15 Чтоб Неповадно Было Народ Обирать Все Пойдемте Сиденье Поставим Сейчас Ключи Принесу Рассказал Что тут Происходит Опять В общем Судебные Тут у меня Издержки Всякие Ерунда Пойдемте Сиденье Поставим Роман Дмитриевич Что-то Плачет Что плачет Роман Дмитриевич Роман Дмитриевич Ты чего Роман Что случилось Посадит его В машину Пускай посидит Я все уже Поразговаривал Сейчас бумажки Такую Уберу Сейчас Романа Дмитриевича Поставим Чтоб не плакал А я принесу Пока у нас Дождя нету Сейчас я документы Все соберу Здесь Давай Рома Сегодня капризничает Что-то Итак Сколько Юль Стоит Этот 8000 Стоит Сиденье У нас Здесь Стоит Вот такое Это до года У нас Кому надо Вот такое сиденье За недорого Продадим Не за надобностью Уже Отъездила Она Так Салфеточки Юля Чик-чик Сейчас мы тебе Рома Сиденье Отдадим Будешь На нем Мерить Так Посади Кого Эту машину Еще Блин Погоди Тут еще Что-то Привязан А вот Здесь еще Привязан Погодите Опа Рома Тут мешается Немножко Как Закрыто А Закрылась Наверное Блин Погоди Секунду Сейчас мы Это уберем И поставим Открывай давай Вот такое Сиденье У нас Есть Отдадим За недорого За недорого Рома Из-под него Уже Вырос Сколько Юля Это стоит Это дешево А за сколько Отдашь За сколько Хотите Отдадим Нам оно Не за надобностью Может кому Нужно Отдадим За тысячу Рублей Отдадим Катайтесь За тысячу Отдадим Символическая Сумма Так Нуж Мне нужно Распечатать Пойдем Где На 100 дождь Что Сляка Сначала Распечатаем Посмотрим Называется Индиго Группа 0 Да Непонятно До скольки Блэк Черный Не реклама В общем Куплено За свои деньги Что-то нам До 12 лет Написано Никто не предлагает Автокресла Телефоны Все Мобильные Предлагают И гаджеты Что-нибудь Такое Что-то не предлагают Так Что у вас там Видно ли Хоть Я не знаю Как вам Вот так Даже не знаю Как вас поставить Что-то криво Стоите Юля Некогда снимать Блин Падайте У меня Сейчас я Погодите Ребят Попробую Вас поставить На Убирай Это Отдадим Кому-нибудь Благотворительность У нас будет Сейчас я А вот Нож потерял Тототого Установим Сегодня у нас Дожди Обещаю Два дня Дожди У меня там В мастерскую Надо прибраться Что-то у меня там Завал Все Жду Дождей Думаю Хоть Приберу Может Не приберу Не знаю Детское Удерживающе Устройство использоваться в автомобилях, оснащенных AC-FIX какой-то. У нас есть AC-FIX, а может нет. Сейчас проверим. Вы, как я используете кресла, пишите в комментарии, лайки там не забывайте ставить. Столько народу смотрит и что-то лайки клин вам поставить. Надо продвигать видео, вы понимаете. А лайки и комментарии, они помогают продвижению. Хотя мне, по сути, это, конечно, продвижение погоды не делать, все равно YouTube нам не платит. Но, может, рекламодатель заметит, предложит рекламку. Рома, ты что все ноешь? Я не знаю, как это открыть. Мы запечатали. Так, здесь. Это не должен, я думаю, они в этом, в клееночке. А, во, 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 все. О, блин. Рома, коробочкой поиграй пока. Так. Инструкцию, Юля, ознакомиться тебе. А я-то что, я и без инструкции догадаюсь, думаю. Смотри, вам крепление для этого. Все. Вот это можно убрать. Это для маленьких. Нет, черное написано. Black. На коробке. Что, оно крутится, не? А где эти крепежи-то? Вот они. Смотрите, господа. Здесь выдвигаются закрепленные штучки. Фикс их называется. Изофлекс. Почти как изофлекс, который в BRP смазка на подшипниках, на снегоходах и этих квадроциклах. У нас такая штука есть. Это что такое? Реверс. Надо было сразу. Ты же тогда со мной не проконсультировалась. Здесь она со мной уже проконсультировалась. и все. Здесь у нас какие-то штучки. Непонятно, это что за штучки, Юля? Ремни, наверное, крепить. А он что, не двигается сюда-туда-то? Не двигается. Смотрите, здесь у нас ремни какие-то. Ремни. А, вот еще. Крутиться может. Вот так он может и с тебе ехать, да? Лицом. И у него своя застежка. И у него свои ремни, смотрите. Вот они также здесь застегиваются, все расстегиваться. В общем, я пошел ставить, Юля. А это что такое? Не знаю. Смотри. Инструкция. Не знаю. Я посмотрю. Подвижи. Поближе. А что ты? Какие-то штучки вот тут. Непонятно для чего. Блин, у меня какая-то штука прилепилась. Для изофикса может они надеваются, чтобы фиксировать их. А может защелки. Еще русский язык есть. Инструкция по эксплуатации для детей. Первый, второй, третьей группы инвалидности. Для детей 0,36 кг до 12 лет. Вот так вот тебе долго хватит ездить. Здесь как пристегиваться? Здесь вот у нас самое интересное. Изофлексы как делаются. Ну, это тебе изучить, ты будешь пристегивать. Мое дело рулить. Нет, самого ребеночка пристегивать. Все, сейчас мы закрепим. Я вам вот здесь. Иди пока переодевай его. А я сейчас разберусь с инструкцией и продолжим. Итак, эти пластиковые штучки вставляются в изофлекс. Вот в эти штуки. Вставляются вот так верхней штукой вверх. Пойдем где смотреть. Пойдем где смотреть. Смотреть. Изофлексы у нас вот они стоят. и как мне оттуда их продвинуть? Не понимаю. Вот так. Вот они стоят. Видите? Так, что вам? Вот. И второй изофлекс, вот он стоит. Опять надеваем его сюда. Вот так. Нифига не так. Надо ремни-то было убрать, наверное, в бок, потому что здесь же кресло сядет. Сейчас ремни уберу. Так, что тут у вас все видно? Свет еще вам включу. Эти штучки я вставил. Вот они. Сейчас мы принесем сиденье. Секундочку. Все дужки, шмушки. Раз, одна есть. Вторая есть. Все. Дальше выдвижение. Как ему надо. вот эти штуки я не вижу. кнопочки красные. Ага. А что я их вообще выскочил и не их нельзя вообще-то. А, они надо какую-то знаете совсем совсем что-ли выгонят. Так, давайте тогда. Вот и что там не засегнулась та струна не вижу. все, застегнулась. Готово. Ну, все. Где луфта? Сейчас надо. Во! Сейчас он у него не единится. А вот как оно выгибается, я так и не понял. А, вот. Во! Вот так, наверное, да? И что, надо нам перевернуть его? так что ли? Что-то глупость какая-то. Куда ноги-то у него будут деваться, не знаете. Но тут еще много расстояния. Так, все, переворачиваем обратно. Он может и так ведь ехать, да? Или нет? Так не может, он только вот так может. Все, здесь готово. Сейчас останется закрепить его только ремнем. Хотя оно уже никуда не денется. Ремня-то не надо. Это, наверное, ремнем надо, если вот этих штук нету, да? Из-за флексов. Вот они. Еще бы вот сюда оно выезжало. Вообще, было замечательно. Почему сюда не выезжает, непонятно. Пойду инструкцию дальше курить. Это вот убираться. Это потом большой уже ребенок будет сидеть. Это маленький. Вот для него пристюшка. Застюшка. Все. Кресло готово. Пойду дальше читать инструкцию. Сейчас Юля почитает инструкцию, как с ремнями тут разбираться. Все, она ворочается. Романа садишь, потом берешь, переворачиваешь его хоть в эту сторону, хоть в эту, она крутится. Все замечательно. Мы не знаем, что это такое, но мы, наверное, вот эту-то уберем. Он уже большой у нас. Да, тут мягонька, там лучше. Ну, видишь, там безет, он, наверное, сюда не влезет. Там блин, зоне не влезет. Это легкое, нормально будет. В общем, читают инструкцию и потом вам продемонстрируем. Потому что много очень этих штучек всякие тут. Тут надо все отрегулировать, подголовники. Это надо... А что ты плачешь-то? Все, я пошел, коробку-то выкину эту. Ты куда делал стульчик? Домой донесил. Все, стульчик домой, я поехал туда. Коробки выкину отсюда, на помоечку. Кресло у нас установлено. Что-то у меня бутылочка выпала. Куда-то пробка делась. От газировочки. Дайте-ка я с машины уберу. Что она тут делает? Мне бы карту двери еще разобрать у машины. Для чего? Сейчас покажу. Мы меняли замок здесь. Ну, я новый покупал замок, менял. Здесь тросик вот с этой ручки спадывает. Ну, спал. Два тросика здесь идут. Ну, а пока ребенок здесь сидит, конечно, есть блокиратор. Ну, я не буду ставить. Изнутри только не открывается. С этой стороны открывается все. Специально. Пусть будет. Так, что нам надо-то? Нам надо... Не хватает у меня, я не знаю. Сейчас я, погодите. Развернем его. Все, зафиксировалось. Посадили его, зафиксировали. Как надо, отведлили. Ну, нормально. Видите, здесь все нормально. Все четенько. Ладно, поеду, мусор этот выкинул. Здесь у нас все. Дождь, что идет, то не идет. Вроде потеплее стало днем. Машина в пыли, помыть бы, но надо тоже. Мусор отвозил. У клуба еду. Остановку увидел. Остановка на обочине истории осталась. С глаз долой, сердце вон. Все, остановка у нас за кустами. Пойдемте, новую остановку, новую старую покажу остановку. Вот так сейчас автобусы встречают у нас. Между прочим, лавочку эту я тоже делал. Мы сначала лавочку поставили. Здорово, Олег. Поставили лавочку сначала, а потом уже павильон этот. Вот это да. Остановка приказала долго жить. Чудеса. Продолжение следует...